Есть такая информация, эффект сотой обезьяны. О чем речь идет? Это очень серьезный такой научный эксперимент проводился в Японии. Был остров, на котором жили обезьяны. И их кормили ботатом, сладким картофелем. Бросали в песок, ну и обезьяны в песке там релись, находили этот ботат и ели его. Но с песочком-то есть это не очень, да? И вот научили обезьяну одну, так сказать, обезьяну шепчаемую, научили прежде чем есть, помыть этот ботат в воде. Она научилась, потом она своими способами показала своим близким, родственникам. Потом те передали дальше, и этот процесс пошел там среди обезьян. Так вот, когда число таких обезьян, которые прежде чем есть ботат, мыли его, приблизилось к сотне, вот как только получилось 100 обезьян, так одномоментно, в один и тот же день, на всех соседних островах и в зоопарке все обезьяны начали мыть овощи, прежде чем их есть. Понимаете? Вот мы с вами недооцениваем, что устройство мироздания нам с вами не открыто, мы занимаемся чем угодно, но только несобственными мозгами, непониманием того, что такое человек, что такое Бог, что такое вот первичная, если угодно, матрица информационная вселенной, как в нее входить, как из нее получать информацию, этим мы не занимаемся, к сожалению. Так вот этот пример с обезьянами, он очень характерен, потому что среди людей точно так же. Вот Копернику было сложно доказать, да, что Солнце не вращается вокруг Земли, потом появилось определенное количество людей, и все сразу поняли, что да, оказывается, все не так, как мы видим действительно на горизонте. Так вот, информация, которую мы даем, тоже, вот когда я говорил, допустим, по финансам, ну казалось бы, почему этот вопрос на уровне президента не решить? А президент, если вы помните, озвучил этот вопрос. Когда Путин был президентом, он как раз сказал в одном из посланий федеральному собранию, потому что мы эту информацию туда продвигали, и нам удалось, и была задержка некоторая небольшая с его докладом, но там прозвучала фраза совершенно неожиданная для тех, кто готовил доклад. Он сказал, а почему это мы торгуем нефтью в Лондоне и за доллары, а не в России и за рубли? Но кто услышал это? Это никто, ничего не изменилось. То есть жизнь меняется, ребята, не сверху, а снизу. И вот пока мы с вами не создадим некую критическую массу людей, которые будут понимать вот некие абсурдные аспекты происходящего, мы ничего не изменим. Представьте себе миссию руководителя во времена, опять же, Коперника. Представьте себе, что вышел руководитель и сказал, нет, там, значит, вот солнце не вращается вокруг Земли. Что с ним бы было? Легко угадать. И он бы руководителем уже на следующий день бы не был. Вот, поэтому не надо рассчитывать, что вот добрый царь там или хороший президент, он там сам все порешает. Нет, изменится ситуация только тогда, когда мы с вами на нашем уровне, студенты, преподаватели, кстати, информацию, которую я даю, до преподавателей довести крайне сложно. А вот до студентов гораздо проще. Потому что степень зомбированности преподавателей гораздо более высокая. И я их не обвиняю, это не их вина. Просто еще раз говорю, это человек так устроен. Потому что нам ставятся зомбирующие программы, и, значит, если они ставились достаточно долго, то их сложно преодолеть.